Великой Победе Отрадно, что народ Китая разделяет с нами этот великий праздник. Общеисторическая память служит прочным фундаментом стратегического партнерства наших стран, побуждает нас придерживаться близких моральных принципов, высоко ценить суверенитет и национальное достоинство. Среди участников телемоста ведущие историки, дипломаты, послы и руководители крупнейших научных институтов и вузов из России и Китая. Стороны не только говорили об итогах Второй мировой, но и напомнили о важности сохранения исторической памяти. Российский народ сыграл огромную роль в разгроме фашистов, но победа далась дорогой ценой. Этот вклад оказался столь значительным в установлении стабильности во всем мире. Это ценность, которую мы должны беречь и ценить. Русская армия оказала большое влияние на процесс освобождения Китая. И сейчас наши народы строят совместное будущее. Действительно, говорили собравшиеся, Советский Союз и Китай заплатили самую высокую цену за победу во Второй мировой. Число жертв идет на десятки миллионов. И любые попытки принизить вклад наших стран не только лживы, но попросту преступны. В Китае эту войну называют мировой антифашистской, у нас называют великой отечественной. Но мы понимаем, что речь идет об одной и той же войне, в которой Советский Союз сначала разгромил фашистскую Германию, а затем пришел на помощь Китаю. И буквально за две недели разгромил Квантунскую армию, которая 20 лет держала Китай в положении колонии. И без нашей помощи эта война на Дальнем Востоке, разумеется, была бы гораздо более продолжительной, еще более богатой на жертвы. Еще в 1937 году Китай столкнулся с японской агрессией, понеся огромные потери. Каждый год, 13 декабря, в Поднебесной отмечают Национальный день памяти жертв Нанкинской резни. Советский Союз с первых дней оказывал китайской армии военную помощь. Нельзя никогда забывать о том, что наши военные специалисты, летчики оказывали прямое содействие, участвовали в боевых действиях против японских агрессоров. И очень важно, что в Китае об этом помнят, в Китае об этом говорят, в Китае очень бережно относятся к захоронениям и к памятникам, которые связаны с Второй мировой войной. Как знать, если бы не действия китайских патриотов, в 1941-м продолжавших оказывать ожесточенное сопротивление японским милитаристам, возможно, СССР пришлось бы вести войну на два фронта. Известный факт. После долгих лет сопротивления в Азии японцы отказались выполнить требования Гитлера по вторжению в Советский Союз. И СССР, Великой Отечественной и Китай в войне против Японии понесли огромные жертвы. Но эти жертвы позволили добиться нам мира на земле. Наши страны и сегодня поддерживают мир и порядок. Мы не можем игнорировать уроки истории и забывать их. Для поддержания стабильности мы должны продолжать свою работу. Несмотря на эпидемию коронавируса, акцию «Бессмертный полк» 9 мая никто не отменяет. В этом году она пройдет в интернете. И жители Китая намерены принять в ней самое активное участие. На территории Китайской Народной Республики в разные исторические периоды было захоронено более 35 тысяч российских и советских воинов. Есть вероятность, что это число может возрасти по мере проведения архивных изысканий и поисковых работ. Предложил бы подумать над созданием мемориала российско-китайскому и советско-китайскому боевому братству в годы Второй мировой войны. И это только один из совместных проектов двух стран, который вскоре может притвориться в жизнь. Особое внимание также развитию образования и студенческих обменов, для которых в цифровой век границ нет. Складывается мозаика из тех представлений, которые есть у российских историков и тех, которые у китайских историков выработаны. Мы говорили о том, что, конечно, нужно больше знакомить молодежь наших стран со взглядами, с подходами профессиональных историков. И в этой связи, я думаю, мы попробуем организовать онлайн-лекции российских профессоров для китайских студентов, изучающих историю, и наоборот, китайских историков для наших студентов. По итогам войны была создана Организация Объединенных Наций, как гарант дальнейшего мира в масштабах всего человечества. Все пять держав-победительниц, среди которых Россия и Китай, образовали постоянный состав Совета Безопасности ООН. И по сей день эта система позволяет избегать крупномасштабных военных конфликтов. Оценка Советского Союза как основной силы, которая остановила фашизм, разгромила Третий Рейх и освободила Европу, это аксиома российской исторической науки и нашей национальной памяти. Попытки пересмотра этих очевидных позиций, переоценки предыстории Второй мировой войны, ответственности нацизма за ее развязывание, начавшиеся в последние годы на Западе, для моего поколения окажутся абсурдными. Истинные оценки вновь нуждаются в серьезном обосновании, на документальной основе, с привлечением профессиональных историков. Все солидарны в том, что Вторая мировая война закончилась на Востоке. Однако дата и место ее начала, 1 сентября 1939 года, нападение на Польшу, это факт, который можно подвергнуть сомнению. Ведь к этому моменту Китай уже нес миллионные потери в боях с Японией, которая входила в страны оси. Подводя итоги, стороны договорились провести еще одну встречу в сентябре, в преддверии годовщины окончания Второй мировой войны. А также подтвердили достигнутую ранее договоренность на полях Восточно-экономического форума подписать соглашение между Российским историческим обществом и Китайской академией общественных наук и Академией исторических исследований Китая. Служба информации, Фонда истории Отечества.